Xiaomi Mi 9 Lite и Samsung Galaxy A51 Обновление модели A50 от корейского гиганта играет в одной нише со среднебюджетником от Xiaomi. И у многих возникает резонный вопрос, какой из этих смартфонов рассматривать для покупки. Сегодня давайте попробуем сравнить их между собой и определить основные плюсы и минусы данных аппаратов. Также довольно подробно поговорим о камерах. Ну а от вас я как всегда жду мнения в комментариях и подписки на канал. Сначала по традиции обсудим цены. На момент записи ролика в Китае Xiaomi Mi 9 Lite стартует с 235 долларов за 6.64 и 260 за 6.128. Что касается стоимости на нашем рынке, то Е-каталог показывает, что Xiaomi Mi 9 Lite можно найти уже от 15 тысяч за версию 6.64. При этом официальная стоимость 20 тысяч рублей. Вариант 6.128 всего на тысячу дороже, от 16 тысяч, при официальной стоимости 22 тысяч рублей. Так что брать смартфон в Китае смысла особо и нет. Samsung A51 продолжает дешеветь. От 16 тысяч за 4.64, при официальной стоимости в те же 20 тысяч. Вариант 6.128 торгуется за 18 тысяч. Что ж, пока Xiaomi дешевле. Но думаю скоро Samsung подешевеет до уровня Mi 9 Lite. Все ссылки оставлю в описании. Переходите и мониторьте цены. Теперь поговорим о комплектации. У А51 в коробке кабель Type-C, зарядка на 15 Вт и гарнитура. У Mi 9 Lite кабель Type-C и зарядка на 18 Вт, а также силиконовый чехол. Чехол простенький и тоненький, надолго его не хватит. Сейчас Xiaomi обычно кладут варианты получше. Но спасибо, что он вообще есть. Теперь внешний вид. Сзади оба смартфона смотрятся весьма хорошо. Но материалы корпуса, конечно, разные. У Mi 9 Lite металлическая рама и стеклянная спинка. Доступно три цвета. Черный, белый и синий. А51 имеет пластиковую раму и пластиковую спинку. Выглядит неплохо. Но тактильные ощущения, конечно, немного разные. Плюсы царапаться Samsung будет гораздо быстрее. В RF доступно три цвета. Черный, белый и красный. Черный переливается всеми цветами радуги. У Xiaomi цвет равномерно серый. Оба зеркальные. А потому отлично собирают отпечатки пальцев. Спереди эффектнее, конечно, смотрится Samsung. Нижняя кромка у них практически равна. Но вот вырез под фронталку на корейце интереснее. Капля на Xiaomi лично меня также не напрягает. Ну а 51 больше напоминает флагманское устройство. И в 2020-м выглядит современнее. Что касается разъемов, то оба имеют Type-C версии USB 2.0 и мини-джек. А у Xiaomi в наличии и К-порт. Есть на Mi 9 Lite и световой индикатор. Но это надпись Xiaomi на спинке. Симпатично, конечно, но мало информативно. Вряд ли большинство кладет телефон экраном вниз. Да и при носке в чехле индикатор будет почти бесполезен. Благо у обоих в наличии опция Always-On Display. Гибко настраиваемая и хорошо работающая. Далее дисплей. У обоих это Super AMOLED матрицы с Full HD Plus разрешением. 6,39 дюйма у Xiaomi и 6,5 дюйма у A51. Скажу так. Касаемо качества картинки, ни к одному из них у меня вопросов нет. Хороший угол обзора, отличная контрастность и глубина черного. В этом плане меня очень радуют AMOLED матрицы. Минимальная яркость белого поля ниже на A51. 0,85 кандел на метр квадратный. Против единицы на Xiaomi. Максимальная выше на 9 Lite. В авторежиме результат плюс-минус сравним. Но на ярком солнце Xiaomi адекватнее повышает яркость. Причём разница ощутима. 250 кандел против 300. А вот касаемо шим, Samsung не особо порадовал. Потому как в настройках я не обнаружил режима DC Dimming. И если без него дисплей Xiaomi выдаёт примерно те же результаты, с немалыми 150% коэффициента пульсации на низкой яркости, то с активацией DC Dimming Mi 9 Lite показывает более приятные цифры. Не более 40%. Хотя от середины яркости и выше разницы в дисплеях вы не увидите. Что со звуком? В наушниках никаких проблем. Запас по громкости есть. Только не забудьте, что наушники нужны получше, чем те, что кладут в комплект K51. Внешний динамик также плюс-минус одинаковый. Он довольно простой, что на Xiaomi, что на Samsung. Но ужаса не вселяет. Для своего сегмента назову его звучание удовлетворительным. Теперь о производительности. Samsung K51 работает на чипе Exynos 9611. Графика Mali-G72 MP3. И две версии памяти. 4,64 и 6,128. У Mi 9 Lite чип мощнее. Snapdragon 710 и графика Adreno 616. Версии памяти 6,64 и 6,128. Слот под сим-карты у Xiaomi гибридный, против тройного у Samsung. A51 поддерживает microSD до 512 гигабайт. У Xiaomi до 256. Особо сомневаться в том, что Mi 9 Lite мощнее и быстрее оппонента, не приходится. В Antutu он набирает 210 тысяч баллов против 170. За три прогона оба ведут себя хорошо и не троттлят. В стресс-тесте всё примерно одинаково. Телефоны греются не сильно, частоты не занижают. Это радует. На деле же разница между телефонами заметна. Сначала об играх. В танке на максимальных настройках графики Mi 9 Lite показывает 60 FPS. Лишь изредка, чуть проседая до 45. Играть совершенно комфортно. A51 выдаёт 45-55 FPS. Проседая в активных сценах до 30-35 кадров. Я бы чуть снизил параметры. Shadowgun Legends на высоких настройках. А51 проседает иногда до 5-15 кадров в секунду. Нормально поиграть получится лишь на минимальных параметрах. У Mi 9 Lite на высоких бывают просадки до 25-30 FPS. Лучше поставить средние. Но в любом случае, его преимущество над А51 весьма очевидно. Но, если в игры играют далеко не все, то вот скорость работы телефона волнует многих. И тут А51 ответить также особо нечем. Телефон ощутимо задумывается при использовании. Полагает жестовое управление и боковой экран. Приложения открываются не слишком быстро. Как я уже говорил в отдельном обзоре, данный чип Exynos не тянет оболочку One UI. Анимацию можно убрать в настройках. Боковой экран я сразу бы выключал. Но телефон все равно весьма задумчивый и лично меня это напрягает. Причем, вряд ли с обновлениями ситуация кардинально изменится. А50 сейчас работает лучше, чем сразу после выхода. Но тем не менее, и он довольно нетороплив. Кстати, подробные обзоры на One UI 2.0 и MIUI 11 есть на канале. Ссылка вверху и в описании. Mi 9 Lite также не идеален. Когда MIUI 11 только вышла, он весьма неплохо лагал. Да и сейчас жестовое управление периодически дергается. Как и боковой экран, который и тут я бы рекомендовал отключить. Но все познается в сравнении. На фоне Samsung Mi 9 Lite ощущается весьма быстрым аппаратом. И лично мне пользоваться им ну гораздо комфортнее. Заметно это и по работе сканеров отпечатка пальцев. У обоих они встроены в дисплей. Но на Xiaomi он работает шустрее и лагает меньше. Есть и разблокировка по лицу. Который опять же шустрее на Xiaomi. Особенно ночью. А51 при недостатке света узнает вас крайне неохотно. Хотя возможно Samsung просто больше заботится о безопасности. Касаемо автономности отмечу, что батареи почти равны. 4000 мАч у Samsung и 4030 у Xiaomi. В целом они живут примерно одинаково. Около полутора суток при 5-7 часах работы дисплея. Но у меня Samsung почти не расходует батарею в фоне. И если вы пользуетесь телефоном не очень активно, он скорее всего проживет дольше конкурента из Поднебесной. Что касается замеров, то за полчаса просмотра YouTube на средней яркости и тот и другой расходует по 4% батареи. Полчаса игры в танки. 9% у А51 и 10% у Xiaomi. Заряжается Xiaomi довольно быстро. 42% за полчаса. 76% за час и 95% за полтора. Samsung поначалу отстает, но к концу зарядки почти равен оппоненту. 33%, 65% и 94% соответственно. Теперь о камерах. Не вижу особого смысла разговаривать о дневной съемке на улице. С этим сейчас все весьма неплохо у всех. Давайте посмотрим на съемку в помещении при довольно хорошем освещении. На первом кадре все очень похоже. При кропе можно заметить, что по краям кадра А51 чуть более резок. Потолок на Samsung светлее, но при этом и более шумный. Следующий кадр и замечу очень близкую цветопередачу. При сильном кропе тенденция сохраняется. На А51 чуть более резкий, но при этом и чуть более шумный снимок. Пока сложно выявить лидера. Еще снимок и при всей схожести вновь отмечу, что на части кадра А51 порезче. Хотя на этом снимке в углу они показали примерно равные результаты. А вот на следующем примере чуть лучше был как раз Xiaomi. Он тут порезче, при равной цветопередаче. Хотя опять же, надо понимать, насколько сильная я кропую картинку. В повседневной жизни разницы вы не увидите. Еще кадр. И тут Mi 9 Lite. И чуть порезче, и чуть менее шумный. Еще кадр. Без кропа все примерно одинаково. При кропе снова чуть больше нравится Xiaomi. На А51 заметен шарпинг. Ну и последний пример на основной объектив. Абсолютно идентичные кадры. В общем, пока плюс-минус паритет. А вот при съемке на ширике, при таком же освещении борьбы особо не получилось. Резкость на А51 весьма так себе. Практически на всех кадрах при кропе заметно преимуществами 9 Lite. Лишь на паре снимков получились сравнимые результаты. Единственное, отмечу, что Xiaomi чуть ушел в теплые тона. На А50 баланс белого более правильный. Но лично я делаю вывод, что по крайней мере на данный момент, в данном аспекте, Samsung позади. Пятимегапиксельная макрокамера на А51 – баловство. Если вы снимете с Mi 9 Lite на обычный модуль и сделаете кроп, то получите примерно сравнимый результат. А иногда даже получше. По-прежнему не вижу в данном модуле смысла. По большей части это маркетинг. По фронталке скажу так. Визуально снимки с А51 приятнее, так как баланс белого смещен в теплые тона. Плюс тут более широкий угол, что понравится любителям группового селфи. Но если сделать кроп, то очевидно, что Xiaomi выигрывает по детализации. Даже несмотря на чуть более высокий шарпинг. Особенно это заметно по волосам. Та же история и при съемке портретов. А чтобы убрать шарпинг, можно включить минимальное сглаживание кожи. Так что тут я скорее за Xiaomi. Портрет с основной камеры схож. При кропе снова отметим шарпинг на Xiaomi и сглаживание на А51. Оба не идеальны. Теперь ночные снимки. На первом кадре Samsung позади. Больше шумов, ниже резкость, хуже отработаны светлые участки. Еще кадр. И тут у А51 все совсем плохо. Особенно с пересветами. Замечу, и там и там это не ночной режим. А вот на следующем снимке все очень похоже. А баланс белого больше понравился на А51. Далее довольно сложный снимок с контрсветом. И оба смартфона справились неплохо. При кропе лидера выявить не получается. Еще кадр. И все примерно на одном уровне. Но на Xiaomi картинка кажется более шумной. Еще кадр. И все-таки видно, что при равной детализации Xiaomi лучше обрабатывает пересветы. Обратите внимание на задний план. Ширик ночью одинаково плох у обоих. Тут даже останавливаться особо не буду. Не надо снимать на данный модуль ночью. Ночной режим при съемке на основной модуль помогает. Особенно Самсунгу. Теперь кадры почти невозможно отличить. С пересветами все так же хорошо. Так что рекомендую снимать ночью именно в данном режиме. И на Xiaomi, и особенно на Samsung. При этом у Самсунга ночной режим есть и на широкоугольном модуле. И тут Xiaomi крыть особо нечем. Интеллектуальный режим почти не помогает. Что касается видеосъемки, то оба снимают вплоть до разрешения 4К 30 фпс. Цифровая стабилизация есть лишь в 1080p. Также на Самсунге можно включить дополнительную стабилизацию. Тогда аппарат будет кропать кадр с широкоугольного модуля. Съемка на Samsung A51 и Xiaomi Mi 9 Lite. На Самсунге включена дополнительная стабилизация в разрешении 1080p. Посмотрим какого эффекта можно добиться. При съемке на ширике на A51 доступен режим 4К без стабилизации. Mi 9 Lite снимает максимум в 1080p. При этом на Самсунге я почему-то не нашел съемки в 60 фпс. На Mi 9 Lite можно снимать 60 фпс в 1080p. Если говорить о беспроводных интерфейсах, то оба имеют поддержку всех необходимых частот LTE. Прием 4G уверенный. И там и там есть Bluetooth 5.0 и 2 диапазоны Wi-Fi. А также NFC с поддержкой Google Pay для бесконтактной оплаты. И там и там нет беспроводной зарядки и влагозащиты. Что же получается? При прочих равных, на стороне Samsung Galaxy A51 более интересный внешний вид фронтальной панели, тройной слот под симки против гибридного и чуть лучшее время работы. По крайней мере в режиме ожидания. Ну и запишу еще бренд как таковой. Samsung для ряда покупателей звучит ощутимо лучше, чем Xiaomi. Преимущества Mi 9 Lite, лучшие материалы корпуса, наличие DC-димминг, что также для некоторых будет аргументом. Ну и конечно лучшее железо, благодаря чему пользоваться телефоном однозначно комфортнее. Касаемо камеры, она плюс-минус сравнима, но по совокупности я все же отдам предпочтение Xiaomi. По крайней мере на данный момент. Плюс на настоящий момент Xiaomi на пару тысяч дешевле оппонента. Как итог, лично я из этих двоих выбирал бы Mi 9 Lite. Поставь Samsung VA51 чип уровня Snapdragon 710, все могло бы быть иначе. Но, как я уже говорил в отдельном обзоре, меня производительность новинки от корейского гиганта не устраивает. Теперь я хочу услышать ваше мнение в комментариях. Какой из аппаратов выбрали бы вы? Обязательно напишите в комментариях. Можете также посмотреть сравнение часов MS-FIT GTR и GTS, или тест OnePlus 7T и Realme X2 Pro. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого!